Пришел я работать в транспортный цех Белгалия в 17 лет, будучи сразу после школы. Как-то работал, отсюда ушел в армию, сюда же вернулся после армии. Он никогда не гнался за наградами, хотя геройство ему не занимать. Школой мужества для 18-летнего Алексея стала армия. Его ждал Афганистан. Позвонили на работу во второй половине дня, уехал, получил повестку и на завтра в 6 утра поехал на службу. Сначала было Фергана, где размещалось учебное подразделение десанта-штурмовой бригады, затем Афганистан. Земля с далекого Панджера для Алексея Баранчика не просто песок да камни. В этом ущелье Витебская 103-я воздушно-десантная дивизия понесла огромные потери. Позже подразделения 350-го полка участвовали во всех крупных операциях и боевых действиях. Все же основная задача полтинника, так называли свой полк солдаты, была охрана и сопровождение колонн техники с боеприпасами и продовольствием. Конечно, очень хорошая школа, в общем-то, она многому научила, во-первых, не быть клюбиком, а быть собранным. Ну, быть настоящим мужчиной, конечно, чтобы стремиться к своим целям, чтобы выполнять поставленные, прежде всего, перед собой задачи. На сегодняшний день очень не хотелось бы, чтобы наши дети проходили эту школу. Как говорят, учиться лучше на чужих ошибках. О том, какие были напряженные месяцы службы, старший сержант вспоминает с трудом. Адаптация к климату, к пище и то, чего даже спустя годы не выкинуть из памяти. Гибель моего товарища, одноклассника, в общем-то, дружили с детства, ходили в один класс, случайно встретились в Афганистане. И вот его гибель, это для меня самое сложное, самое тяжелое. На сегодняшний день есть встречаться с родителями, понимая то, что его уже нет, а я здесь. Сегодня, как и 30 лет назад, Алексей совершенствует мастерство – водить автомобиль. Правда, габариты его железного коня выросли, добавилась и ответственности – перевозка опасного груза. Водитель автотопливозаправочника должен вовремя и бесперебойно доставить горючее к спецтехнике на участке рудников Беларускалия. В рабочем списке дня их десятки. У нас в цехе вся работа такая, что все зависит друг от друга. То есть, где-то если одно звено сломается, то станет буквально все. Это не только водители, это и РМ-служба, и диспетчерская служба. В общем, вся фирма должна работать как часы. В коллективе «Калий спецтран» сейчас работают более 10 воинов-афганцев. Коллеги по работе и службе по-прежнему на передовой. К чести и отваге воины-интернационалисты добавляют память. Особое внимание уделяют реконструкции памятников погибшим воинов. На собранные афганцами деньги в районе уже отреставрировано около десятки захоронений. В благих намерениях помогает руководство родного предприятия. Поддерживают во всем и всегда. То есть, какую бы мы просьбу к ним не предъявили, не попросили, всегда все выделяют. Нерешенных вопросов, которые нам необходимы, никогда не было. Вечером, накануне дня вывода советских войск из Афганистана, воины-интернационалисты собираются вместе. После напряженного трудового дня они не откажутся поднять боевые 100 грамм и вспоминают тех, кого нет рядом. Минута молчания и возглашения цветов на могилы товарищей. Это традиция, а значит и память будет жить вечно. Мы писать не будем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова